Мира и добра вам, мои дорогие! Я очень рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Оксана и сегодня я хочу вместе с вами завершить скитание моей орхидеечки, моей очень мимимишной, очень невероятно красивой гармонии. Это вот такой просто сказочный, просто мультяшный пилорчик. Я обязательно оставлю вам ссылку на то видео, в котором она в полном цвету. И также оставлю видео на ссылку, в котором я снимала пожелтевший лист со ствола и также обрабатывала и системным фунгицидом топсин М и максимом контактным с проникающим действием. Я думаю, что с этой орхидеечкой на данном этапе все хорошо. Она у меня пробыла, наверное, недели три в открытой системе. Неплохо себя чувствует. И я так понимаю, что я ее могу сажать. Смотрите, эта красотулечка начинает просыпаться. Корешки у нее активизируются, хотя молоденького листочка я еще не вижу. Но я думаю, что самое время ей сделать пересадку, потому что еще чуть-чуть потяну и потом могу травмировать большое количество корней. Обязательно нужно расклеить все эти корешулечки и что-то, может быть, даже сегодня еще зачистим, подрежем. Но орхидеечка примечательна тем, что у нее просто невероятная корневая система была. Если бы не этот пожелтевший лист, я бы ее, наверное, и не доставала бы в этом году. Ну, вот так сложились обстоятельства. Но, тем не менее, вся эта корневая система абсолютно здоровая, молодая. И поэтому, когда она находилась в открытой системе, здесь даже ничего не подсохло. Что говорит о том, что орхидея абсолютно здоровая. Смотрите, просыпаются корешулечки. Немножко распутать корни эти нужно, чтобы между ними была циркуляция. У меня совсем недавно тоже были такие посадки, пересадки, в которых мне нужно было доставать орхидеи из посадок, потому что начали подгнивать корни именно из-за большой плотности. Поэтому я тоже вот так вот расщепляла, разделяла все эти сплетения и распределяла корни по горшочку. Потому что везде, где, смотрите, просыпаются корешки у основания, она просто изумительная. И везде, где есть такие вот склеечки, есть риск того, что корень начнет погибать. Потому что будет недостаточная циркуляция воздуха вокруг него. Поэтому все я практически все растормошила, расклеила. Очень нужно это делать аккуратно, бережно, потому что можно все это сломать. Тем более, если уже, как в данном случае, есть признаки активного роста корней. Ну, как мы видим, зачищать здесь абсолютно нечего. Вот в одном месте немножко виламен подпортился. Опять же, это было донышко. Поэтому можно немножко зачистить сам виламен. Но корень, я думаю, что я оставлю, потому что он еще абсолютно рабочий. Надеюсь, так и будет. Так, орхидейку пока возвращаю. Покажу, во что буду сажать и как. Сегодня я выбрала вот такой для посадки горшочек. Надюша, спасибо тебе огромное. Вот, наконец-то, я попробую посадку в такую закрытую систему. Это пластик, но очень хорошего качества. Выглядит буквально как стекло. При этом очень легкий, очень красивый горшочек. При том, что он такой более плоский и корневая система у орхидеи в закрытой системе будет хорошо просыхать. Это очень важно для орхидеи в закрытой системе. Что касательно коры, я здесь не буду оригинальной. Я вам уже показывала эту кору. Заготавливаю я ее сама. Покупаю в больших фракциях. Потом режу, вывариваю, замачиваю. Вот. И использую такую кору, потому что сажаю орхидеи в больших объемах. И мне так действительно и удобно. Я сама под себя готовлю фракцию. А также, что хорошо, что такая кора у меня всегда есть дома. Итак, давайте начинать. Я очень надеюсь, что это орхидеичка. Вот так. Вот так она себя будет там хорошо чувствовать. В принципе, вот неплохо. Очень неплохо. По объему нормально. Покажу еще вот вид сверху. Потому что это взрослая орхидея. И большого количества свободного места ей не нужно. Иначе будет подгнивать корень. Ну а теперь все как обычно. На дно укладываю крупную кору. Кстати, у меня здесь был тонкий слой керамзита. Буквально вот в одну гранулу, если так можно сказать. Потом кокосовое волокно. Оно помогает удерживать хорошую аэрацию в нижних слоях. И в эту посадку я буду помимо коры. Потому что объем небольшой. Я думаю, здесь все-таки около литра. Поэтому такая кора может быть крупновата. И посадка, чтобы не слишком была сухой, я буду добавлять еще влагоемкие компоненты ближе к верху. Это будут кокосовые чипсы замоченные. И серамис. Вот такая вот история. Еще чуть-чуть коры. И можно укладывать кокосовые чипсы. В нижние слои я бы не рекомендовала их укладывать, так как они будут удерживать слишком много влаги именно в нижних слоях. А нам нужно... А там и так, и без того будет сыра. А в верхних слоях как раз то, что нужно. Ну и верхний слой можно добавить этой же корой. Гармонию от черной и сухой гнили я очень вовремя. Спасла, очень вовремя начала применять меры. И поэтому я думаю, что две недели и орхидейка вышла из зоны риска. Теперь самое главное, чтобы она адаптировалась в этой посадке. И я думаю, что с ней все будет хорошо. Смотрите, какая шикарная посадка получилась. Очень много корней есть даже в активном росте. По стеночке горшка все это видно. И мы за всем с этим с вами будем наблюдать. Что касательно ухода за этой орхидеечкой, конечно, пока она не адаптируется, никаких стимуляторов я ей давать не буду. Цвела она очень шикарно. По-моему, или на три, или на четыре цветоноса. Поэтому я думаю, что после посадки ее последующее цветение будет куда скуднее. Но ничего страшного. Самое главное дать орхидее питание в период активного роста. Не упустить его, не пересушивать, когда орхидея в активном росте. Чтобы она могла в этот момент получить все строительные материалы. Для того, чтобы и адаптироваться, и заполнить горшочек корнями. И еще пару листочков дать. Ну, хотя бы один. Учитывая, что сейчас уже июль. А возможно, новые цветоносы у нее уже будут в сентябре. Поэтому хотя бы молоденький один листочек и активность в горшочке с корнями было бы замечательным результатом приобретения, лечения и посадки такой орхидеи. Спасибо вам огромное за то, что вы эту процедуру делали со мной. Спасибо, что досмотрели до конца. Мне очень важны и цены все ваши комментарии. По возможности отвечаю. Но из-за того, что электроэнергии мало. Буквально по часам мы ее видим. Поэтому не всегда это получается. Если кому не ответила, извините. Обязательно буду исправлять по возможности эту ситуацию. Ну, а на сегодня, я думаю, что пора заканчивать. Берегите себя. Всего вам самого-самого доброго. И до встречи в следующих видео.